Человеку нужны вызовы, чтобы расти, развиваться и совершенствоваться. Поэтому вот вам список вызовов самому себе на ближайшие 30 дней. Каждый день пробуйте что-то новое. Мы привыкли каждый день выполнять одни и те же дела. На работе, дома, при встрече с друзьями, наедине с собой. Каждый наш день похож на предыдущий. Все, что мы делаем, со временем приедается, а значит не позволяет нашему мозгу включаться на полную мощность и работать продуктивнее. Поэтому каждый день пробуйте делать что-то новое. Неважно, это какое-то новое дело, новое блюдо, новая дорога по пути на работу. Ежедневная рутина присутствует в жизни каждого человека и полностью избавиться от нее не получится. Но вот если вы с головой погрязнете в нее, не пытаясь делать что-то другое, вы быстро потеряете мотивацию и способность радоваться жизни. Придумывайте по 10 идей каждый день. Неважно, какие это будут идеи. Неважно, сможете вы их применить в будущем или нет. Реалистичные они будут или нет. Пусть даже они будут сказочные и максимально безумные. Смысл не в этом. Смысл в том, чтобы приучить свой мозг постоянно генерировать новые идеи и каждый день придумывать что-то новое. Если вы будете каждый день записывать всего по 10 идей, через месяц у вас уже накопится 300 идей, а также вы выработаете такое состояние, в котором вам захочется постоянно придумывать что-то новое. Каждый день совершайте хотя бы один благородный поступок. В мире очень много хороших и добрых людей, но подобные советы очень часто игнорируются. И не из-за того, что мы какие-то плохие люди, просто мы всегда можем найти кучу оправданий. Сейчас нет времени, очень много дел, мне никто не делал добро, с чего я должен кому-то помогать. Это бессмысленно, если я один раз помогу человеку, от этого его жизнь лучше не станет. Но поверьте, даже самая небольшая помощь другим людям может оказать на вас огромное влияние. Эмоции, которые вы получаете, когда проявляете благородство по отношению к другим, нельзя сравнить ни с чем иным. Вы ничего не потеряете. Наоборот, в этой ситуации выигрыши остаются обе стороны. Поэтому иногда уделяйте хоть каплю своего внимания другим людям и оказывайте им хотя бы небольшую помощь. Делитесь своими знаниями с другими. Каждый из нас индивидуален, и у каждого есть разные способности и навыки, которыми мы владеем. Если вам трудно определить, какой это конкретный навык, то просто задайте себе два этих вопроса. За что люди чаще всего благодарят меня? За какой помощью ко мне обращаются чаще всего? Это может быть все, что угодно. Может быть, это знание в какой-то научной области. Может быть, это знание в творческой деятельности. Если вы будете делиться с другими людьми своими знаниями и обучать их чему-то новому, вы сможете посмотреть на свои умения и способности под другим углом и понять, что вам нужно усовершенствовать, чтобы стать еще лучше. Способность придумывать новые идеи благодаря своим имеющимся знаниям и навыкам, а также способность доносить эти идеи другим людям очень ценится в нашем современном мире. Каждый день уделяйте время тому, что приносит вам удовольствие. Из каждого угла мы слышим, что каждый наш день наполнен множеством возможностей, которые мы можем использовать, чтобы изменить свою жизнь. Но при этом почти каждый из нас посвящает большую часть своего времени обычной ежедневной рутине. Режим «работа-дом-работа» стал для нас уже привычным. И чтобы внести разнообразие в эту рутину, найдите для себя такое дело, которое будет приносить вам удовольствие. Найдите для себя хобби, вашу страсть, и каждый день выделяйте на это немного времени. Если вы заметили, что в вашей жизни уже давно не происходит ничего нового, то подобный шаг поможет вам начать проживать каждый ваш день с чувством значимости. Помните, что если вы будете посвящать все свое время только тем вещам, которые вам не интересны, то совсем скоро вас может настичь апатия, потери мотивации и нежелание предпринимать какие-либо действия. Выходите из зоны комфорта Все великие достижения случаются только благодаря тому, что человек решает выйти из своей зоны комфорта и начать пробовать что-то новое. Когда вы покидаете зону комфорта и оказываетесь в незнакомой для вас ситуации, ваш мозг начинает работать намного активнее. Определите для себя, чего вы больше всего боитесь делать, само собой в рамках разумного, и просто постарайтесь сделать это. Пусть вначале это будут какие-то незначительные вещи. Но чем чаще вы будете их делать, тем больше будет повышаться ваша уверенность, ваше мышление будет меняться в позитивную сторону, а вы станете чувствовать себя намного более живым и настоящим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова